Здравствуйте, Валерий Николаевич, Советский спортводов Сачёв. Удалось посмотреть игру? Да. Какое впечатление у вас состоялось по спортивному матчу? Это было настоящее дерби? Величное? Я думаю, что это было в настоящее четверге, во втором тайме. Такой футбол, который нравится зрителям. Туда-сюда интрига какая-то. В первом тайме, естественно, что ЦСКА доминировал. В принципе, если бы был храбнокровный Чалов и в последних завершающих моментах, я думаю, что все закончилось уже в первом тайме. – Насколько ЦСКА не хватало Сигурдсона? – Да я не знаю Сигурдса, но понятно, что в первом тайме все получалось у ЦСКА. Было давление, была игра, создавали моменты. Спартаку по второму тайме прибавить, особенно в атаке, как пошли проблемы ЦСКА в защите. И забили гол, поймали на контратаке. В этой ситуации, наверное, из десяти, может быть, из ста раз бы Влашович пробил бы поворотом. Тут он надумал делать пас, сделал обрез. Спартак поймал их на контратаке. Естественно, воспользовался хорошо этой контратакой. Хороший пас, появился Джига и исполнил удар головой, как надо. Спартак где-то встрепенулся. Естественно, ЦСКА не растерялся в этой ситуации. Команда молодая, где-то поплыла. Не было лидера, который бы это собрал и направил бы на русло энергию эту. Где-то еще в двух эпизодах выручил Акинфеев. Особенно удар опять Джига головой. – Да. – И, наверное, Бакаева. – И удар Бакаева, да. ЦСКА нашел момент, ответил Марио Фернандо своим дальним ударом. Но все равно, понимаете, у ЦСКА чувствуется, что нет нападающих впереди. Нет усиления атаки. – Короткая скамейка, имеете в виду? – Да. Особенно не хватает нападающих. Нападающие – это все-таки не Биол, Чалов, не Симура, но вообще, честно говоря, не пойму. Для меня что-то остается загадкой. Да, он старается, да, он что-то делает на поле. Но, понимаете, очень маленькая КПД. Ну, в ЦСКА, естественно, нужно какое-то усиление впереди. Чтобы тактика менялась, нужен и быстрый игрок, возможно, где-то там нужен. И высокий игрок, который боролся впереди. Ну, очень и очень, конечно. Ну, и я думаю, что все-таки народу очень много. Сзади в защите. Но пока не разберутся, оптимальный состав никак они не найдут. Кто играет Васин, кто играет Дивеев, кто играет Шарли. Ну, я думаю, что это через игру, через две они появляются. Ну, идет сочетание. Конечно, впереди. Особенно играл бы, скажем так, хотя бы, а-ля Жирков слева. Я думаю, что ЦСКА бы, конечно, очень впереди смотрел бы солидный. Который бы слева обыгрывал. Обострял ситуацию и, конечно, необходимо обострять в середине. Все-таки Власовича это мало. Это нужно делать и Ахметову, и отчасти там, когда выходит Быстрович. Здесь они обострять не будут. Ситуацию впереди. Обыгрывать игроков, влезть туда вперед. Ну, это ничего не будет. Мастерства особо нет у ЦСКА пока. И они не могут мяч распорядиться. Когда будут команды такие, классом ниже, возможно, это будет проходить. Как будет с классом одного или выше, то, естественно, будет сталкиваться с большими проблемами. Но в ЦСКА не просто необходимо усиление. Особенно впереди. Касаем на фигуру Чалова и Власовича. Сказалось ли на игре Чалова то, что у него было три трилом носа неделю назад? Может, он как-то действие установило? А про Власовича он по сравнению с прошлым сезоном выглядит так же или немного дал? Ну, понимаете. Конечно, он пришел от него, начал забивать, начал быть лидером ЦСКА. Естественно, что от него ждут все это. Это все игры ждут. Понимаете? Сейчас пока игра у него нет. Да, он старается, но обостряется делать. – Он играет хуже, по сравнению с прошлым сезоном? – Ну, не то, что не хуже. Или ему не с кем играть? – КПД. Нет, он старается. Он что делает. Понимаете? В том году, когда он обрезал и пошел первый гол Спартака, я думал, он оттуда пробил бы. Сейчас он начинает что-то искать, начинает выдумывать. Может, где-то там во вред. Ну, конечно, есть такой игры, как в том году, когда он пришел. Сейчас их пока нет. Все на это надеются. Когда это произойдет, никто не знает. Но, естественно, партнеры нужны соответствующие. – У Чалова был такой момент, когда он в передаче забыл отдать, что-то ногой подыгрывал, подыгрывал и упустил. Примерно то же самое было. – Нет. В первом тайме у него был момент, но не хватило этого хладнокровия. Если бы он, конечно, сделал бы замах ложный. Просто Максименков бы завалился и все. А он не сделал это. Понятно, это эмоции. Это азар такой. В этой энергии еще трибуны орут. Тут уже понятно. Чуть-чуть было бы похладнокровнее. Сделал бы ложный замах, положил бы Максименкова и мог решить этот момент в свою пользу. Аспартак в втором тайме стряпнулся. Показал свои зубы. Начал давление на оборону ЦСКА, которая дала трещину. Забил огол. Могло сразу забить и второй, и третий. Один игрок Джига, который делал всю игру и в одни ворота, и в другие. Другие ворота сделал побольше результативных действий. Поэтому Спартак выиграл. У Спартака есть свои проблемы. По крайней мере, очень хорошо себя проявляет. Но сейчас начнутся игры. Я думаю, что наступит спад. Игрок просто не готов к сезону. Пока эмоции, мастерство выходит на первый план. Но пройдет сейчас время. Начнутся игры и на чемпионат, и на Лигу Европы. Я думаю, что сейчас где-то наступит у него яма. Понци тоже непонятный нападающий. Он больше где-то зависимый. На него надо работать. Пока идет игра у Бакаева, пока этим пользуются. Пока идет игра у Шурли, пока этим пользуются. Сегодня пошла игра у Джига. Та каковой игры у Спартака пока не просматривается. – Хаотично так получается? – Да. Бывает. Они зарвутся, показывают хороший футбол. Потом это выпадает. В первом тайме они вообще ничего не показывают. Сейчас буквально прошло 10 минут. Они за 10 минут могли 2-3 мяча забить и решить исход игры. Но потом опять что-то у них пропадает. То есть у них пока это тоже идет в процессе нахождения игры. Но люди, которые пришли, могут обладать необходимым мастерством, который могут решить эпизод свою пользу. – А вот эпизод, когда эту игру остановили задымленность, он как-то вказался на действиях одной или другой команды? – Возможно. Я думаю, что в той ситуации должно было пойти на пользу ЦСКА. Не Спартака, а ЦСКА. Наоборот воспользовался Спартак. Он мобилизовался и привел себя в порядок. И забил этот гол. Во втором тайме смотрелся как дерби. Был накал. Я думаю, что и одной команде, и другой надо прибавлять. А ЦСКА необходимо усиление, особенно в атаку. Прошло 6 туров, команда потеряла уже 7 очков. Для ЦСКА, которая хочет бороться, как и Спартак, за чемпионство. Конечно, такая роскошь уже непозвоительна. – Пять мячей в шести турах крайне мало? – Конечно, мало. Одного Чалова – это мало. От Чалова надо создавать моменты. А моменты не создаются. Один-два за игру – это мало. От кого должна угроза исходить? Власич, Чалов, Мария Фернандо. – Все. А эти трое – это мало. Слева, кто бы не играл, Бляков играл слева. Он не идет в обводку. Просто не идет. Это его позиция. Он раздает, разрабатывает, объемом работает. Это феноменально. Но он не левый. Кучаев, да. Может быть, чуть по-другому смотрелся. Он любит обыгрывать. Но он не готов. К Берби сегодня не готов. Не Симура вышел. Может, и Ефремов получше не смотрелись. Но Трама, возможно, перечеркнула. Но не Симура вышел. Кроме старания. Надо КПД. На такие матчи надо КПД. А он к этому тоже не готов. Он практически за шесть туров вообще не выходил. Если там выходил, то ничего нет. Я не знаю, сколько он пришел. Забить один гол для нападающего – очень мало. То есть ЦСКА еще кого-то не дерится. Как он играет на другую команду? – Да, есть такой. – Брали перспективный. Этот играл в Японии, забивал очень много. Здесь нужно забивать, чтобы очки не терять. Здесь надо. Поэтому надо усиливаться. Необходимо усиливаться. Ну, как это так? Семь очков потерять. Ну, ладно. В игре со Спартаком – повезло, не повезло. Но в игре с Сочи должны были решать свою пользу. Здесь можно было потерять. Тут понятно, что кто-то что-то потеряет. Но здесь шесть туров прошло и семь очков потерять. А потом что делать? Пускай усиление сейчас будет. Очки вернут или как? Скажется, не вернут. Понятно, что там есть. С Сигурсом, Загоев где-то есть. Там еще кто-то есть. Все они где-то. А сегодня нужно выходить и добывать результат. Чтобы результат был. Чтобы отставания такого не было. – А вот Загоева еще верите? Ждете его? – Да нет. Ну, кто ждет вообще? Для меня еще сказал в том году, что все. Для ЦСКА уже потеряно. Да, где-то будет он помогать. Но это игры будут такие. – Одно игрок помог, а потом полгода опять. – Да, да. Это к сожалению. Понятно, что Алан сделал очень много для ЦСКА. – Да, но ЦСКА до этого не легче еще? – Нет. На сегодняшний момент, да. Но что было в прошлом, да. Это была благодарность, слава. А на сегодня выходите помогать. К сожалению, утиления нет. Я не знаю, почему они не берут этого же Камличенко. Кого там ушел? Лука Джорджевич. – Да. – Который локомотив. – Тот же Соболь. – Забирайте! Заявляйте! Что вы ждете? Кто-то там супер-пупер нападающие освободятся. Бесплатно вам придут. – У меня еще один вопрос. – Есть наши нападающие, которые что-то усилят. Но пускай потом ты обладаешь его в аренду во втором круге. Но нужно сейчас очки не терять. Надо сейчас очки не терять. Потом они ни день не возьмутся. Никто тебе не прибавит очки. – И еще один вопрос. Применительно к сборной России. Нужно ли главному тренеру использовать Чалова более активно? – Да. – И также пригласить Максименко и Бакаева по началу этого чемпионата. – Понятно, что Бакаев себя появил очень хорошо. Возможно, он будет приглашен, но не факт, что он будет играть в сборной. Он пробьется в основном в составе. – Но если Чалов не пробился за прошлый год? – А? – Если Федор Чалов не пробился за прошлый год. Мне как-то не понятно, почему это? – Видит он джубу. Чтобы большой играл впереди, цеплялся за мячи, еще что-то такое. Это пока приносит. Вот играть другой футбол, другую тактику. Может быть другой тренер будет. Чалов будет. Необходимо прибавлять все равно. И индивидуально, и везде проламывать. Если он собрался ехать в Англию, то там необходимо один в один обыгрывать. Необходима физическая скорость. – Во все надо прибавить по-хорошему. – Естественно, что надо прибавлять. Находить к себе. Там же не будут с тобой церемониться. Ты Федя Чалов или кто-то. Ты вышел, и в состав ты не попадешь. – Там и Шурля-то не заиграл толком. – Ну, Шурля-то более опытный. Он в Германии поиграл, на сборную играл. Нельзя сравнивать. Федя молодой, перспективный. Я ничего не спорю. Но ему надо прибавлять. Просто необходимо прибавлять во всех качествах. У него есть хорошее качество. Это еще надо развивать. То, что там ты был, это все прошло уже. Против тебя сейчас по-другому будут играть. Против тебя будет не одного защитника оставлять, а двоих, троих. Надо себя перестраивать. Бывают моменты, что он уходит назад. Например, передача во фланг. А ты отдать некому. А ты играешь в одного нападающего. Ты должен чувствовать моменты. Что ты нападающий, тебе нужно эти моменты искать. Понятно, что неохота стоять впереди без мяча. Надо находить моменты, чтобы ты растягивал оборону, освобождал зону слепых защитников и открывался вперед. Не только назад, а вперед, вперед, вперед. Все действия должны направлены вперед. Посмотрите, Шюрли чуть-чуть. У него, я не знаю, процентов, наверное, 78 действий направлены вперед. На обострение. На обострение. Он либо пасом, либо приемом принимает сразу вперед. Разворачивается вперед. А Шедя наоборот. У него все действия направлены только назад. Где-то надо выбор позиций, по-другому как-то перестраиваться. Это все надо. Иначе все. Слепо обострения нет вообще никакого. Защитники тоже не подключаются. Есть зона. Принимают мяч. Они стоят вдвоем. Катают между собой. Потом один принимает. Есть зона. Вот туда. Ну, ты двинься в эту зону. На тебя кто-то выдвинется. Где-то освободится игрок. Туда пойдет пас. На него кто-то... Это взаимосвязывающая реакция. И где-то освободится игрок. Но надо просто воспользоваться этой ситуацией. Ну, катать это просто мяч между собой. Ну, я не знаю. Да, если ты там ведешь 3-0 или еще кто-то ведешь. Ну, катай ты, конечно. Укатывай команду. Когда тебе выигрывать надо, необходимо это обострять. Лезть. Обводить. Ахметов может это все делать. На скорости пойти туда. Обвести одного второго и отдать пас. Но он уже стал играть на чистых мячах. Все. Он туда-сюда там где-то перевести. Это все там раздать кому-то. Нет. А туда вперед выйти и обострить. Обострить, как Влашич это делает. То есть он принимает и лезет туда. Обостряет от одного второго. Туда надо тоже лезть. Фернандес там справа обостряет. А с ней вообще обострения нет. Как только появится такой игрок, который будет обостряющий. Типа а-ля Жирков. Который там лезет, набивает на голове, на этих всех частях тела. Обостряет и лезет и делает транжитивные передачи. Обостряет. Вот это да. Будет хорошо. Нет. Будут проблемы. Да. Будем ждать этот завод. Хорошие игры, плохие игры. Хорошие – плохие. Все. Да, лучшие игры. Продолжение следует...